Вчисление многих известных нам взрослых людей во внешнеполитических кругах, бывшие конгрессмены штата Гавайи Толси Габбард. Большое спасибо, что нашли для нас время. Не будем даже напирать на тот факт, что то, что они называли российской дезинформацией, оказалось правдой. Виктория Нуланд, которая у нас отвечает за этот конфликт, только что призналась, что на Украине есть опасные биологические вещества. Насколько вас это беспокоит? Меня это крайне беспокоит. Точно так же это должно беспокоить каждого американца и каждого человека в мире. Прежде всего, она не сказала «нет», когда Марко Рубио спросил ее, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие. Итак, если оно там было или есть, это явное нарушение Конвенции о биологическом оружии. Во-вторых, они категорически пытались это скрывать. Вы очень хорошо об этом рассказывали. И когда это, наконец, вскрылось, они вместо того, чтобы сказать «Знаете, это кризис, чрезвычайная ситуация, у нас патогены посреди зоны боевых действий». Не только в одном каком-то месте, но где-то в 20-30 лабораториях на Украине. Это кризис мирового значения, мы немедленно примем меры. Так отреагировал бы ответственный руководитель, учитывая, какой сейчас критический момент. А как повели себя они? Отвечая на вопрос сенатора Рубио, она сразу же начала перекладывать вину. Мы превентивно назначим виноватого на случай, если что-то произойдет с этими патогенами. Кто знает, что делается в этих лабораториях? Прежде чем случится что-нибудь плохое, просто скажем. Знаете, во всем виноваты плохие ребята. Это верх безответственности, то, как они отвечают, их попытки скрыть правду, тот факт, что они не принимают необходимых мер. Потому что если боевые действия на Украине не прекратятся прямо сейчас, сегодня мы можем с уверенностью сказать, что одна из этих лабораторий, или даже не одна, будет повреждена. Безопасность будет нарушена, и это скажется не только на украинцах. Мы можем получить еще один глобальный кризис, учитывая, какой патоген может оттуда выйти. Мы только что пережили это с ковид. Не могли же мы так быстро позабыть об этом? И опять, американские государственные структуры тайно без нашего ведома финансируют исследования, представляющие угрозу для мира. И за это никого никогда не наказывают. Кстати, о безнаказанности. Мне интересно ваше мнение вот о чем. 27 внешнеполитических тяжеловесов только что подписали открытое письмо с призывом вести, как они это называют, ограниченную бесполетную зону над Украиной. В числе подписавших бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО Филипп Бридлов, посол США на Украине Уильям Тейлор, бывший постпредСША в НАТО Курт Уолкер и так далее. Что именно они предлагают? И мудрая ли эта мысль, как вы считаете? Нет. Одно последнее замечание про опасность этих лабораторий, которые США финансируют не только на Украине, но и по всему миру. Их надо закрыть немедленно. Их надо закрыть немедленно. Они небезопасны. Они представляют угрозу для мира. Их надо закрыть немедленно. Это же касается бесполетной зоны, которую предлагают и поддерживают так называемые эксперты в области внешней политики. Послушайте, Такер, они пытаются проявить жесткость. Они пытаются сказать, что нам надо что-то делать. Это я понимаю. Так много страдания нам показывают по телевизору и днем, и ночью. И я понимаю досаду американского народа, потому что мы хотим, чтобы это прекратилось. Но наши лидеры, вместо того, чтобы проявить ответственность и сказать, давайте сделаем все возможное, чтобы облегчить дипломатическое урегулирование и прекратить этот конфликт. Президент Зеленский дал такую возможность всего 24 или 36 часов назад. Вместо этого они сосредоточились на том, чтобы просто сделать что-то жесткое, вести бесполетную зону. А ведь украинскому народу это не поможет. Это только усугубит ситуацию. И американскому народу это не поможет, а только все усугубит. Это приведет к резкой эскалации кризиса. Нашим летчикам придется вступать в прямую конфронтацию с российскими летчиками. Таким образом у нас будет война с Россией, другой ядерной державой. Это приведет нас на грань ядерной катастрофы, которая могла бы уничтожить мир. Да, и Украину. Спасем Украину путем ее разрушения. Именно. Ирак, Ливия, Сирия. Можно еще долго перечислять. Надо усвоить эти уроки и остановить это безумие. Друзья, в связи с последними событиями я открыл телеграм-канал, в котором будут дублироваться выпуски Такера Карлсона на русском. Ютуб-канал продолжает свое вещание в штатном режиме, но резерв лишним не будет. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok